Вы смотрите новости Украины в студии Светланы Леонтьева. Здравствуйте. Украина сама должна выбирать оборонные союзы и решать, как обеспечить свою безопасность. В защиту такого права нашей страны выступили главы МИД Чехии, Австрии и Словакии на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Также дипломаты заявили, от безопасности Украины зависит вся Европа. В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул необходимость укрепления оборонной поддержки нашей страны. Напомню, дипломатический десант два дня провел в Украине. Министры иностранных дел трех стран побывали на Донбассе, где воочию увидели последствия российской агрессии. Также они встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Войной в центре Европы назвала последствия боевых действий на линии соприкосновения министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак. Вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой она посетила поселок Широкино в Донецкой области. Ситуацию на Донбассе Анна Лена Бербак обсудила с украинскими военными и наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Прежде всего эти места ясно показывают, насколько важно, чтобы мы возродили минские договоренности, чтобы мы могли прийти к тому, что здесь будет мир, и чтобы люди могли продолжать жить в регионе, который на самом деле является их домом. Миссия ОБСЕ должна быть в состоянии выполнять свою работу при технической поддержке, в том числе со стороны Германии. И все стороны, включая Россию, должны обеспечить выполнение своей работы. Россия стремится поломать всю систему безопасности Европы, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время дискуссии в рамках бесед Жана Моне в Вашингтоне. Целью России является не нападение на Украину, а оказание на нее давления, чтобы обсудить с Киевом безопасность в Европе, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Для России важна не Украина. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение. О выполнении минских договоренностей сегодня будут говорить и на очередном заседании трехсторонней контактной группы. Накануне состоялась встреча политической подгруппы. После заседания представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил, что наша страна не предоставляла никаких письменных ответов на документы Ордло во время последней встречи советников-лидеров Нормандской четверки в Париже. По его словам, это означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны боевых действий и переговоров. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций нет и не было. Читайте совместное коммунике по итогам парижской встречи Нормандской четверки. Там об этом ни слова. В общем, Москва разочарована. Сергей Гармаш представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе от Украины. Из Фейсбук. СБУ задержало представителя незаконных вооруженных формирований. Мужчину остановили на КПВВ в станице Луганское, когда он перешел на подконтрольную территорию для оформления ID-паспорта и пенсии. По данным следствия, это местный житель, который с 2015-го участвовал в боевых действиях против украинских военных. Ему уже сообщили о подозрении в деятельности незаконных вооруженных формирований. Патрули, колючая проволока и аэроразведка. Накануне проведения российско-белорусских военных учений украинские пограничники работают в режиме повышенной готовности. Чтобы выяснить, что происходит на белорусской границе, наш специальный корреспондент Александр Махов отправился в одно из приграничных сел. Его эксклюзивный репортаж прямо сейчас. Украинское село Дольск расположено в трех километрах от границы с Белоруссией. Местные жители, которые приходят в магазин за продуктами, делятся эмоциями. А что мы не хвиливаемся? Там шкварчачи уже на нас нападают. Россия нападает, там нападают. А что нам не хвиливаться? Мы их собраться не захотим. Что это в Белоруссии? На самом пункте пропуска через границу безлюдно. Он не работает уже несколько месяцев. Это пункт пропуска Дольск. Но сейчас здесь границу не пересекают ни автомобили, ни пешеходы. Дело в том, что белорусы в конце прошлого года закрыли со своей стороны пункт, сославшись на ремонтные работы. Но визуально никаких ремонтных работ не происходит. За последние несколько недель Россия под видом учений перебросила в Белоруссии самолеты, артиллерию и зенитно-ракетные комплексы. У самой границы сейчас все спокойно. Но украинские пограничники увеличили количество патрулей. Особо уважаемо на суммежную сторону, потому что сейчас такое остановочие на кордоне. В целом, это прослушивание за прилаговой местностью, спостережение за суммежной стороной и за прилаговой местностью. И особо уважаемо за суммежными нарядами. На тех участках границы, где на украинскую территорию могут попытаться проникнуть диверсанты, пограничники ставят заграждение из колючей проволоки. На труднодоступные участки для наблюдения добираются на квадроциклах. Пограничники уверяют, даже мышь не проскочит на украинскую территорию. Для мониторинга ситуации и обстановки на государственном кордоне мы активно используем пилотовую авиацию и беспилотные авиационные комплексы. Кроме того, на отдельных территориях для наблюдения за местностью залучаются мобильные тепловизионные комплексы. Из Волинской области Александр Махов, Александр Хлынин. Специально для новостей Украины. Жизнь на линии соприкосновения. Спустя 8 лет после освобождения от незаконных вооруженных формирований, мариупольцы научились не бояться обстрелов и не паниковать из-за угрозы российского вторжения. С лета 2014-го их город под надежной защитой украинских военных. Несмотря на февраль и прохладную погоду, городской пляж Мариуполя заполнен местными жителями. Любимое место – обновленный пирс на центральном пляже. Тут было сиро, ну, очень промыслово. А сейчас? А сейчас? А сейчас это туристический центр нашего Донбасса. Мы просто пришли с детьми, с бабушкой подышать воздухом. Покормить голубей, чаек. Мы всегда берем с собой обязательно крупы, корм для чаек. Спокойно гуляет, так как защищены и на суше, и на море. Город под постоянным наблюдением и украинских военных, и морских патрулей пограничников. Просто люди устают от страха, им хочется чего-нибудь приятного, отдохнуть куда-то. Вот, выходной хотя бы выйти. Вот просто, мы с мужем любим ходить на песчанку. Там идешь, конец самый туда, там эти лодочные кооперативы, такие очень милые. И люди там любят гулять и с собаками. На берегу дежурят спасатели. Говорят, море пока по весеннему спокойное. Но в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Побережье затянет льдом. Погода нестабильная. Поэтому резко сейчас изменится ветер на восточный, северо-восточный. С Таганрогского залива будет подтягиваться сюда лед. Резкое понижение температуры. И в течение суток у нас лед опять становится. О том, что город находится на линии соприкосновения, и в нескольких километрах от него не прекращаются боевые действия, здесь сейчас напоминают лишь тетроподы. Они стоят на дорогах, как дополнительная защита от боевых машин противника. В остальном, говорят мариупольцы, в городе безопасно. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Новости Украины. Как тут классно. В красной зоне карантина две области, Ивано-Франковская и Ровенская, по данным Минздрава, Желтая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская. Остальные регионы в оранжевой зоне. Напомню, накануне стало известно, что еще три области, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая, с 11 февраля перейдут в красную зону эпидопасности. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Напомню, вакцинация по-прежнему остается надежным способом обезопасить себя от тяжелого течения болезни. МВД заявило о нарушениях в части, где служил нацгвардеец Рябчук, который в январе расстрелял сослуживцев. В полку Национальной гвардии Днепра провели анкетирование личного состава, которое помогло обнаружить такие случаи. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Также выявлено нарушение доступа к комнате хранения оружия. Задача служебного расследования, которое проводит МВД, выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы. Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры по предотвращению повторения подобных чрезвычайных ситуаций. Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел в Фейсбук. Напомню, 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре 21-летний солдат срочной службы расстрелял караул надгвадейцев. Пять человек погибли, еще пятеро ранены. Срочнику объявили подозрения сразу по трем статьям «Умышленное убийство», «Дезертирство» и «Похищение оружия». Сейчас он находится в СИЗО. Приложение «Дия» – десяток новых услуг. Их презентовали первые лица государства на «Дия-саммите» в Киеве. Отныне украинцы смогут делиться техпаспортом автомобиля онлайн, получать в приложении справку о несудимости, автоматически регистрировать строительство, участвовать в опросах на важные социальные темы. Для бизнеса стартовал проект «Дия-сити». Он должен повысить привлекательность украинских IT-компаний и стартапов. Внутренне перемещенные лица смогут подавать заявки на выплаты денежной помощи в «Дия». Для всех украинцев также доступна функция «Менять место регистрации самостоятельно онлайн». Мы мечтали о государстве, которая дает гражданам нашими государствами качественный сервис. В прошлом, самое популярное, это изменение места регистрации или изменение подписки, как говорят в народе, или пекло, как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку. От сьогодних обликов, кабинетов, паспортных столей, военкоматов и вот такие черты. Теперь можно поменять место регистрации онлайн в несколько кликов. Я всех приветствую. Каждый год нужно было приходить в государственный орган и подтвердить, что вы проживаете именно за тем местом проживания. Теперь мы сделали возможность делать это онлайн, и не нужно делать визит офлайн. Это проще сам процесс. Украинец Дмитрий Подручный вошел в топ-20 лучших биатлонистов на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен установил свой личный рекорд в индивидуальной гонке, финишировав восемнадцатым, а по скорости забега спортсмен вошел в рейтинг топ-15. Это лучший результат среди украинских спортсменов в этом соревновании. Всего в мужском забеге принимали участие четыре украинских спортсмена. Победу одержал француз Кантен Фион Майе. Мои коллеги продолжают следить за событиями в Украине и в мире. С пожеланием оптимизма и веры в себя я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Удачного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова